и найди пожалуйста фотографию ты видела 13 находишь и да я нашла ее хорошо и давай в комнату диагностики 13 да она в комнате хорошо и даю команду диагностики разложи на количество фантомов посмотри на предмет затяжек затемнений сгустков энергии воздействий всевозможных интерференций магических воздействий присадок имплантов и народных объектов все чужеродные низкой операционной энергии проявляются 123 проводишь полу диагностику но первое что идет по вибрациям нее очень большая вибрация страха делать вообще она окутана как будто бы этой пленкой в общем фантом будто бы энергетическое тело она не свободно вокруг есть вот это вот пелена и энергетика вот вибрация этой пелены это вибрация страха не то чтобы конкретно какого-то это постоянное неустойчивое эмоциональное состояние негармоничное состояние внутри нее и вообще страхи повседневные в плане перспектив страх за жизнь страх за будущее страх даже вообще не сделать что-то не так не то я говорю вот она находится под этой пеленой и нет у нее свободы она сковывает и и дальше сейчас посмотрю дигностируешь дальше но в районе сердца я вижу нее лярву темная темный сгусток низко вибрационной энергии так еще такой сгусток есть вниз вот так таближе к спине на уровне почек тоже да то же лярва и на как сгусток идет темный так руки связаны веревка сейчас я попробую отследить канал посмотрю как идет это хорошо насчет 3 проявляются все ответственные один-два-три и замирают время становилось для них я вижу женщину и здесь сразу считывается энергия зависти очень мощный посыл я не могу сказать что это профессиональное энергетическое воздействие магическое воздействие было совершено но человек с очень мощной низко вибрационной энергией зависти вот на этом потоке на то что просто народе может называться там сглазом ну тут даже больше не сглаза какой-то порчи энергетической но она это сделала чисто на своей энергии без применения каких-то ритуалов потому что больше я не вижу между ними никаких посредников ни заказчиков никого это женщина срок давности давний время 20 лет есть то есть это было давно сейчас я посмотрю еще ниже ну вот они у нее тяжелые вибрации тяжелые сгустки есть в животе низ живота если физиологически брать там кишечник вот это вот часть и сейчас просмотрю что это за сгустки то есть они даже на физику могут давать ей какое-то воздействие но мне это представляется как черный такой шар и в общем то он не очень похож на лярву он будто бы лохматый больше смахивает на сущность конечно так это сущность или что это скорее всего сущность хорошо так еще что то есть нет ноги нормально чисто хорошо так хорошо давай тогда начнем с лярвы которые в сердце давай да с нее возможно с ней страх тоже сейчас узнаем давай сейчас ты тогда по ленте времени перемещаешься в первую причину когда это лярва появляется и лента времени раскручивается на над лента времени раскручивается назад и ты в первой причине в первом моменте когда это лярва зарождается появляется один два три но мне показывает промежуток 15 лет так что происходит зрение четко ясно картину четкие ясну но я почему-то какой-то скандал вижу у нее скандал но скандал с мужчиной и вот здесь вот он настолько эмоционально этот скандал и воздействует на многие чувства ее здесь и обида отчаяние от слезы я вижу вот в самом момент этой ссоры очень эмоциональный ее всплеск какой-то несправедливость недоверие сопутствует все это история так хорошо по программе это у нее было вот такое пройти это по программе это программное ее но сама история то что она имела в тот момент обстоятельства это по программе не по программе лишь те присадки которые она имеет просто тот урок который она должна была получить и вынести она его получила но не освоила на тот момент не не осмыслила это все именно потому у нее легло вот это все на тонком плане в виде лярвы в виде плотного энергетического сгустка но это говорит о том что на момент получения этого всего и дальше взращивание это энергии кормления ее своими негативными эмоциями но она не отдавала себе отчета в том что обстоятельства которые привели к неприятной ситуации для нее они для нее являются поучительными они для для нее являются нечто тем что должно стимулировать ее сознание к дальнейшему росту то здесь все когда идет остановка и у нее она произошла на уровне вот несправедливости обиды здесь это все остановилось и превратилось как раз тот энергетический сгусток который она имеет все ясно хорошо давай тогда возвращаешься в момент здесь и сейчас обратно к ее тонкой копии 1 2 3 так и спроси ее тонкой копию ну она теперь понимает да причину этой лярвы что это был урок все эти эмоции что она сама подкармливала желательно сейчас и готовы ли к удалению но ей очень тяжело с этим жить и очень тяжело с этим ходить и она готова избавиться от этого даете полнейший отчет в том что это чужеродная энергия хорошо и тебе приходит понимание какое именно какая ей методика в будущем инструмент подойдет чтобы не повторить дальнейшем если похожая ситуация происходит схожие чувства происходит что для нее будет методика которая и поможет избежать повторений просто нужно научиться контролировать себя свою жизнь и стать хозяином своих эмоций и в первую очередь отслеживая жизненные события ежедневные события которые происходят в жизни не нужно воспринимать их как если даже они негативного характера не стоит воспринимать их трагически стоит посмотреть это с позиции своего высшего я любой враг любое неприятное событие это урок и учитель и если что-то происходит значит для этого есть предпосылки значит это учит чему-то либо показывает на то что были осуществлены какие-то неправильные действия и оно реверсом возвращается то здесь исключительно пересмотр своей жизненной позиции нет определенного определенной техники технология тому чтобы предотвратить это переварить здесь важен именно сам подход жизненный другой ментал другое восприятие смотреть на свою жизнь не с позиции ребенка а с позиции взрослого выше вышестоящего учителя прислушиваться и посмотреть на свою жизнь со стороны для того чтобы оценить это без эмоций отлично хорошо хорошо и тогда мы готовы к удалению и ты берешь высоковибрационный инструмент для удаления лярвы также открывается портал на ее частоте и начинаешь работу по удалению на я работаю на я убрала сейчас лярву портал и без возрасте выбрасываю все 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 убрали лярву да да хорошо так посмотри на пленку страха не случилось она осталась могу сказать лишь что она стала немного тоньше тоньше по вибрациям а вот но присутствует и в большей степени идет она от как раз таки вот это вот и сущность и руки перевязаны все-таки это вот то магическое то магическое воздействие непрофессионально рассказала вот большей степени оттуда и исходит хорошо давай тогда с него сейчас разберемся так значит с вязаной руки да у нее веревкой сзади да хорошо давай тоже в первопричину по ленте времени переносимся лента времени раскручивается назад лента времени раскручивается назад и ты оказываешь в том моменте когда произошла эта ситуация непрофессиональная порча в первопричине один два три ты в этом моменте первопричина но женщина это не молодая то есть не ее ровесница на тот момент а старше а кровной связи именно по крови я не вижу но возможно какие-то тесный контакт имеется имелся на тот момент а вот эту женщину она знает знала я имею ввиду буду говорить о прошлом о том моменте когда это все происходило на тот момент она была с ней знакома женщины такая с полнотой средний не худая волосы но есть стрижка не длинные волосы но и стрижка не фигурная такая типа карель вот ну коротко вот так вот она вот от женщины от это исходит на такие вибрации тяжелые вибрации недовольства ею вибрации какой-то зависти ревности в чем причина почему такие вибрации от нее исходят но причина однозначно вот мне показывает что муж потому что и на кольцо показывают какой-то вот так вот она здесь вся ее семейная жизнь поставлена под угрозу вот она не принимает что ли ее не принимает обстоятельства ее семейной жизни и противиться этому и это не разовая какая-то эмоция это период такой-то жизни там долги когда она недовольна ею испытывает вот эти негативные эмоции по отношению к ней вибрации так вот происходит подобным образом влияние воздействия но здесь нету конкретного магического воздействия я не вижу магии ритуальной магии не вижу здесь магия нашей энергии наших слов и наших мыслей вот какова магия этого хорошо это по программе опять же эту ситуацию да это по программе тоже урок до сознания которого она пришла сюда до воплощения но не дело в том что с этой женщиной кармическая связь есть то и в чем она заключается это кармическая связь у нее кармический долг по отношению к ней из прошлой жизни есть кармический долг именно поэтому в данной жизни они у них я не могу сказать что кармический долг конкрет у них обоюдное есть неразвязанные связи именно поэтому они в этой жизни тоже пересеклись они пересеклись по программе но вот эта завязка которая произошла она как раз таки не по программе это ведет к тому что свои кармические задачи кармические долги они друг другу не отдали и к сожалению это все возможно перейдет на следующее воплощение поскольку сложная ситуация их взаимоотношений она должна была произойти но она должна была стать уроком обоюдным уроком и в этой жизни разрешится чего не произошло так в чем причина почему они не смогли развязать там наставников высших я не слышали или не хватило почему не по плечам был кармический узел этот или так вот сейчас они просто по незнанию это сделали они же не помнят то той задачи которая свела их и вместо того чтобы сложная ситуация найти компромисс скажем так и любовью исцелить свою кармическую травму все пошло на низких вибрациях и тем самым просто не развязано ладно хорошо давай тогда возвращайся в момент здесь и сейчас да здесь так и ну вот оставься рядом женщину эту и тонкую копию анжелики и к тонкой копии обращаемся сейчас вот вы понимаете да что возможно не додали энергии любви которые могли бы исцелить эту ситуацию которая была кармическим узлом возможно вы сейчас хотите вот с этой женщиной послать и какие-то энергии на ваше рассмотрение можете с ней переговорить вместе подумать сейчас что-то вы хотите сделать ну то там говорит что я готова собрать всю негативную энергию которую я туда отправила своим посылом и она говорит о том что я готова принять это все на свой счет как откат потому что она сожалеет потому что она сожалеет о тех мыслях о тех энергиях о тех словах которые были ею сказаны подуманы она осознает она осознает что все это привело к тому что отбросила ее в развитии и потому готова принять на себя сейчас назад вот этот откат который мы обнаружили женщина это да да к тому же она вот сейчас не имеет никаких внутренних претензий хорошо а со стороны анжелики ну нужно нужно ли какую то есть недодала на какой-то энергии вам вот этой женщине что-то должна дать вам то есть чтобы ваш узел все-таки развязался раз она обратилась к нам за помощью нет сейчас это сделать уже невозможно это все равно будет происходить потом потому что на энергетическом плане это сделать невозможно именно физическом проживании ситуаций когда идет не только энергообмен но когда идет именно осознание жизненных уроков когда идет прохождение определенного пути когда идет коррекция в определенных частях верхних тел вот только при здесь и сейчас возможно прохождение кармического узла нельзя если бы было так легко все бы заочно проходили кармические узлы свои ну хорошо это не пройденный урок здесь все понятно ладно хорошо тогда забирайте свою энергию она развязала ей руки это темная энергия она забрала что касается сущности вот в животе кишечник да это тоже с ней связано с да это связано с ней это все была наработка вот этой темной энергии но дело в том что посылы были настолько сильны что ну скажем так это преобразовано это изначально была низковибрационная сущность но она ей дала какой-то потенциал своими посылами она ее подселила на низких частотах просто подселила подкинула как вот шарик себя тоже скинула словах негатива на словах низковибрационных не обязательно это все было сказано в глаза нет это все было за глаза но тем не менее вот по каналу пошло целенаправленно так сущности что тоже она сейчас подошла к ней она вот так вот рукой берет и у нее изнутри вытаскивает эту сущность у нас она выглядит как голова медуз такой горкон и только черненькая вся мохнатая и вот отдельно эту голову держит просто себя в руках все то есть анжелику она освободила от этой энергии сама находится с ней хорошо все тогда все свое забрала да да все пусть уходит я открыла портал она вышла хорошо вас осталось лярва которая почки да там да тоже спине со стороны спины она это лярва не большая она гораздо меньше той которая была в сердце лярва это относительно относительно свежая и порядка порядка не более трех лет здесь исключительно я считываю ее какой-то вижу застой жизни и взрастила взращивает она это все вот на этом застой каком-то будто бы она на столе ощущает себя закрытой жертвой какой-то несправедливости жизненной и вот этот вот червячок который закрался в нее на определенный момент где-то жалость к себе недовольство обстоятельствами и зацепилась зацепилась и в общем то на при любой возможной ситуации которая провоцирует всплеск подобных эмоций она вскармливаться то есть это сейчас текущей больше это текущая до текущим которая вот сейчас дергает ее на недовольство бытием то что происходит ее жизни она как в ее понимании либо пустое либо какое-то негативное и страхи помогали ей конечно наращивать эту лярву потому что то пелена в которой она находилась пелена и страхов пелена зажатости когда она не могла видеть свое будущее свои цели это вот просто темница энергетическая вот она тоже конечно способствовала тому что в большей степени она видела негативную сторону происходящих событий я не могу сказать что это является уроком это это такой энергетический мусор который к ней попал но вся наша жизнь это урок для того чтобы этого не получить нужно по-другому смотреть на свою жизнь на обстоятельства своей жизни поэтому урок в этом а сама это 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 лярва она как следствие но она не сам урок понятно первая причина понятно что делать понятно принципе рекомендация такая же как и по 1 лярвы именно позицию урока воспринимать так мы можем удалить эту лярву да мы можем это энергетический мусор полное основание хорошо и тогда берешь высоко вибрационный инструмент для удаления лярвы подготовишь порта и начинаешь работу по удалению да я работаю поскольку она не застарела она более легкая консистенция не более легкая есть хорошо безвозвратный портал хорошо так что у нас с пленкой этой страха но сейчас я вижу остатки этой пленки я предлагаю просто их снять она уже не настолько концентрированная энергия там просто истонченная пленка но она есть и при неправильном подходе в жизни она может наращиваться поэтому лучше ее сейчас вообще удалить так что даже каркаса не осталось это ну а сознание как избежать это в будущем это вот уже сказано было то есть это именно должен быть осознанно подход осознанный подход хорошо давай тогда удалим ее просто снимем я тоже пройдусь так то я инструментом и надо беру все хорошо начинаешь работать по удалению энергии сгустков энергии пленок но сейчас не вся пелена убралась полностью вот я выбрасываю все все каркаса не осталось в общем то все тела они свободны и визуально просматривают чистые не вижу никакой патогенной чужеродной энергии хорошо и тогда давай закачал энергии посмотри пожалуйста сколько и нужны энергии и какого цвета сколько процентов 150 процентов у нее идет о всем фантомом всех цветов давай пройдемся отвергода низа фиолетовая синяя голубая зеленая желтая оранжевая красная каждое тело по 150 процентов энергии наполним хорошо я посчитать единицы до 3 и 150 процентов всех цветов во все фантомы начинает ходить энергия 1 2 3 пошла энергия распределяется наиболее эффективным образом идет энергия вот она сейчас та которая она должна быть без всех этих присадок у нее очень сильная воля у нее своя воля очень сильная и свой характер очень сильный другое дело что вот под воздействием жизненных обстоятельств она будто бывало сломлена и под вот этим вот отсосом энергетическим когда под воздействием ляр и вот этой присадки у нее будто бы земля из под ног уходила и она была растеряна своей жизни в своих поступках пары не видела пути сейчас у нее проявляется стержень идет наполнение энергии и проявляется стержень очень-очень мощный хороший сильный характер и воля 6 при том что она будет пользоваться этим будет знать что ей по плечо абсолютно любая работа любая жизненная ситуация и при том подходе если она его изменит к пониманию жизни не очень хорошие данные потому что свои вот потенциальные свои врожденные очень хорошие лично отлично так что у нас энергии закачалась хорошо так и давай вибрации сколько и нужно до скольких герц ну давай вот через 23 дадим достаточно будет 23 до 23 до там хорошо я посчитаю ты не за 3 и 20 до 23 герц поднимаем вибрации 1 2 3 пошли вибрации до 23 герц есть и стоп и синхронизирую энергии вибрации храни серую то нам не да сейчас предстал такой жизнерадостной и вообще она по натуре человек видимо жизнерадостной вот улыбается и внутри нее какой-то такой мощный потенциал я думаю что после того как я тонкой копии которая сейчас от вижу убрали тяжесть груз чужеродный она просто просто преобразилась свой первозданный вид приняла да ну то есть это совершенно другой скажем так фантом нежели я видела в начале работы отлично отлично хорошо и давай и поставим защиту сколько и процентов энергию защиту сделаем по по потокам здесь белый фиолетовый оранжевый поток давай также 150 процентов этих дадим защиту хорошо я посчитаю ты единица до 3 и 150 процентов белый фиолетовый оранжевый идут защиту 123 пошли потоки вот вокруг нее создается такая защитная оболочка защитный кокон уплотняется наполняется энергией есть есть хорошо все хорошие настоит все сделали с фантомом да да в данный момент все нормально все чисто все фантомы яркие светлые и ровные отлично защита упруга хорошо так давай тогда мы сейчас переместимся в зал для встречи свое высшим я насчет 3123 мы перемещаемся в зал и посмотри пожалуйста какой она образ принимает для стресс для встречи со своим высшим я так 7 уровень пошла никита меня под меня сразу на уровень просто хорошо давай тогда так делаем на седьмом уровне мы давай тогда слышим я находишь один а но высшая я приняла просто образ образа женский но без каких-либо четких очертаний идет просто контуры и все это в свете причем свет не один только какой-то светлый до ярко-светлый а вот такая радуга цветов но не классическая радуга а здесь идет больше от белого к желтому вот этот спектр идет белый желтый это как раз манипура чакра воли да хорошо так хорошо мы на уровне высшего я и тогда синхронизируйся с ним на счет 3123 синхронизируйся с высшим я есть здравствуйте высший я здравствуйте я рада видеть вас хорошо мы тоже очень рада вы высшие анжелики да да хорошо анжелика подготовил ряд вопросов ответить на них да хорошо так но вы на седьмом уровне до находитесь все верно а какая жизнь по счету у нее сейчас идет 5 понятно а в прошлой жизни она чем занималась кем была она проживала в россии была знатного рода в роду в своем она была первой дочерью и потому получила богатое наследство которым не смогла достойно рассмотреть распорядиться в будущем но но в своей жизни она угнетала людей людей это было ли ее крепостные все что могу тебе сказать сейчас если хочешь знать больше спроси хорошо то есть получается из прошлой жизни видимо кармические узлы достаточно серьезные и перешли до да верно нее четыре кармических узла сколько пройдено два пройдено впереди еще два до тяжелые есть над чем работать но она должна это проходить не оставлять не останется времени для прохождения не будет очищения кармы пусть не боится проходить то что предначертано все это нужно для того чтобы перейти на другой уровень поймите что на меня это тоже воздействует и влияет хорошо вот основной у нее вопрос у нее дети инвалиды старший синдром синдром аппера младший сильный устный младший сильный устный осталось психическое расстройство вот она спрашивает это ее программа или сбой и в чем причина эта программа это кармический узел тебе даны такие дети потому что тебе в этой жизни нужно научиться заботе ты поставлена в такие жизненные обстоятельства когда тебе приходится заботиться приходится выкручиваться приходится подстраиваться под обстоятельства и многое преодолевать когда ты не ощущаешь себя свободным человеком мне очень жаль что в твоей жизни произошли такие обстоятельства и ты не помню своего прошлого вынуждена мириться с этим но пойми что ничего не дается просто так в этой жизни и проживая в данных обстоятельствах ты сейчас очищаешь свою наработанную карму из предыдущей жизни ты много много ганитала доставляла неприятности людям которые страдали из-за тебя обладая властью и силой из-за этого по кармическому узлу для тебя предназначен урок обратных обстоятельств не печалься ты сейчас не печалься что произошло именно так это все нужно для развития твоей души это не случайность самое главное тебе не зацикливаться на том что ты имеешь на что это твой рост как бы это не казалось абсурдным хорошо вот вы сказали научиться заботе вот можете конкретный пример какой-то привести вот как именно с ее сильным волевым характером да вот как вот эту заботу проявлять что-то какие-то слова для него может быть подберете я попытаюсь объяснить тебе по-настоящему принять свою ситуацию то с чем ты сталкиваешься обладая детей ограниченных это не значит смириться с этим и либо жалеть себя это значит полюбить эту ситуацию я знаю что это сложно и звучит странно но именно полнейшее принятие полнейшее принятие вот этих вот обстоятельств вот этого недуга своих детей оно раскроет в тебе совершенно другие качества другие функции твоей души когда ты будешь принимать это не как крест который ты несешь вынуждена нести а как абсолютно нормальное явление в твоей жизни при этом не ущемляя своих душевных качеств душевных порывов когда ты научишься пребывая в этой ситуации быть в гармонии с собой и с миром это очень сложно это именно тот урок я тебе сейчас говорю и открываю твои глаза на то как тебе нужно пройти достойно этот путь это сложно но ты люби эту ситуацию несмотря ни на что не нужно ощущать себя жертвой как только ты будешь ощущать себя жертвой ты будешь загонять себя дальше дальше и глубже ты должна научиться жить в гармонии с теми обстоятельствами конкретными касающимися твоих детей и только тогда ты поймешь изнутри себя что этот урок что новые знания новая энергия они тебя коснулись они через тебя прошли хорошо а что и поможет пройти этот урок может быть с вами связь как-то устанавливать или как и как как и жить чтобы что делать чтобы слышать вас я и хотела сказать тебе что я я я и никто иной не может помочь ей больше в этой ситуации я часть ее и как никто заинтересована в том чтобы она прошла этот путь достойно чтобы не сломилась не ожесточилась и не набрала бы на себя еще больше груз кармических проблем я я всегда готова к общению я всегда слышу ее я вижу ее сложности но я не могу помогать ей если она не просит меня об этом когда она разговаривает со мной и просит совета просит поддержки энергии помощи я готова дать максимально возможное в каждой отдельной ситуации но при том что это должен быть установлен контакт пусть она будет в контакте со мной она должна понимать что я есть я люблю ее как свое дитя несмотря на то что я это частица ее она частица меня как ей лучше в мысли надо то есть что-то вроде молитвы или самогипноза общаться с вами но она может просто разговаривать но главное ей понять что я есть так же как она пытается разговаривать с богом так же она может говорить со мной для этого не нужно молитв для этого нужно разговаривать просто как со своей матерью самым дорогим существом когда она обращается ко мне за советом за помощью либо просто плачет я обнимаю ее невидимой рукой я даю ей эту энергию просто она не видит не понимает но если она будет знать что я есть что я рядом и что никогда она не была и никогда она не будет одна и станет намного легче общаться со мной она начнет обращать внимание на те вещи на которые ты того не обращала будучи закрытой в своем коконе проблем хорошо так ну вот у нее муж перешел и не проходит две дня чтобы она не вспомнила про мужа ну она вот если можете копей что-то и слова передать про хочется знать все ли у нее нормально как он там то есть связь ли сохраняется его с ней поговорить поговори с ним вот он какие поговорить все лучше с ним как и общаться с мужем как никита он просто пришел здесь она он стоит рядом с вашим я и он улыбается я просто сама не стала пока подключаться но он сказал девочка моя у меня все хорошо держись моя красавица я с тобой я тебя люблю но не тревожь меня так часто я я сделал все что нужно было на этой земле и пойми моя задача сейчас немножко в другом я люблю тебя и я знаю что ты справишься а скажите а вы родственные с ней души были да мы родственные души и по программе да ваш уход был столь ранее да это по программе но мы встретимся в следующих жизнях еще встретить хорошо ну спасибо что пришли что передали слова эти ты свечи мне жги но не плачь не плачь не плачь ни в коем случае не тоскуй ты моей души тут вибрации негативного характера когда ты тоскуешь и плачешь мне становится очень сложно набирать энергию И потому знай, что я помню тебя и люблю тебя, но не могу быть привязан к обстоятельствам Земли сейчас. Мои задачи изменились. Вот так. Ну да, тем более, что в следующем воплощении вы вместе будете, это на Земле. Понятно. Хорошо, спасибо вам. Синхронизируйся, пожалуйста. Так, хорошо. Давай синхронизируйся опять с высшим, я тогда... Никит, давай я подкачаюсь немножко энергии, потому что мне не по себе стало. Три в Млечный Путь, один, два, три. Так, сколько у тебя сейчас энергия? Процесс. 150. Так, и до скольких поднимаем? 390. Хорошо, и цвет? Фиолетовый. Фиолетовый. Да, 390. Фиолетовый, 1, 2, 3, пошел. Есть. Хорошо, вибрации поднимаем. Да, давай, 29. Ага, до 25 Гц, 1, 2, 3. Хорошо, и синхронизируй энергии и вибрации. Есть. Есть, хорошо. Так, нормально себя чувствуешь? Да, сейчас нормально. Ага, хорошо. Ну все, мы сможем, да. Энергию забирает перешедшие души, поэтому давай с высшим я именно пообщаемся. Переходи вновь на уровень высшего я. Да, я здесь. Хорошо, и синхронизируйся с высшим я, 1, 2, 3. Так, ну все, мы с мужем пообщались, прям отлично, что так получилось. Я знаю, что она хотела этого. Она вам не сказала. Но этого хотела. Потому я устроила эту встречу. Спасибо большое, спасибо. Хорошо, вот у нее такой вопрос, выйдет ли она еще когда-нибудь замуж и будет ли счастлива? Счастлива она будет, если будет внутри себя взращивать это счастье, это ощущение счастья. Она должна понять, что счастье не зависит от наличия человека рядом, либо его отсутствия. Счастье – это внутреннее ее состояние. Поэтому неправильно поставлен вопрос. Вы на земле очень часто приравниваете обладание счастьем, ощущение счастья к обладанию какими-то вещами, либо людьми, либо исполнение желаний. Но вы совершенно не думаете, что счастье – это ваше внутреннее состояние, что вы сами способны обретать его точно так же, как и терять его. Все, что вы приобретаете в своей жизни, все материальные вещи, физические вещи, людей, вы притягиваете их в свое поле. Кто-то, кто-то дан вам по судьбе, кто-то приходит в вашу жизнь как урок, но в большей степени вы сами формируете то поле, те обстоятельства, которые окружают вас. Вот потому я хочу сказать, что будь прежде всего радостна и счастлива внутри себя. Не нужно думать, что если я одна, я несчастлива, и моя жизнь нерадостна. Ты научись быть цельным человеком. Когда ты цельная, ты счастлива. В твоей жизни сформируется событие, которое будет счастливой тебя дополнять. Я не буду сейчас говорить тебе о замужестве по той простой причине, что я хочу научить тебя вырабатывать эту радость и счастье и формировать свои события в жизни. Потому что ты еще не находишься на том уровне, когда ты можешь спокойно размышлять и не привязываться к тому, что физические, внешние какие-то обстоятельства влияют на твое внутреннее состояние. Ты не дошла еще до этого. Ты до сих пор ждешь внешних побудителей твоего внутреннего счастья. Нет. Научись быть счастливой сама. Это не означает, что ты будешь одиноком. Хорошо. Хорошо. Так. Ну, у нее осталось еще три вопроса. Они не совсем про нее, но если что-то скажете, что-то скажете. Если нет, то нет. Вот у мамы инсульт, она лежачая. Станет ли на ноги или ей недолго осталось? Она спрашивает. Хорошо. Нет, я не могу ответить на этот вопрос. Твоей мамы, своя судьба, свое высшее я. Я не вправе давать тебе ответы о судьбе близкого даже тебе, человека. Ее высшее я может сказать, сколько ей суждено прожить на земле. Несмотря на то, что вы родственны на земле, высшее я друг с другом не связано. Хорошо. Вот у нее еще есть средний сын. Вот будут внуки у нее? У Анжелики. Ожидайте и внуков вообще по программе у нее есть. Да, дети будут. О, отлично. Хорошо. И... Вот у Анжелики еще есть старший брат. Есть ли на нем приворот или нет. У меня не могу тебя отрудить. Ну да, вы уже объяснили причину, поэтому, собственно, здесь все понятно. Ладно, хорошо, спасибо вам большое за ответы на вопросы. Что-то хотите еще передать какие-то слова напоследок? Я только скажу, что люблю тебя. Все, что я хотела донести тебе, я сказала. Думай о себе. Думай о том, что здесь ты не случайно. Ты здесь не для того, чтобы страдать. Ты здесь для того, чтобы учиться. Будь хорошей ученицей. Хорошо. Благодарим вас за то, что пришли, за то, что ответили на вопросы. И прощаемся с вами. До свидания. Спасибо вам. До свидания. Раз, синхронизируйся. Да, я рассинхронизировалась. Хорошо. И возвращаем... Тело. Угу. Да. Угу. Хорошо. Хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok